Я хотел бы поговорить с вами о нескольких функциях. Это iControl, который разрекламирован был еще и появился впервые в Galaxy S3, но это неизвестно широкой публике. В последний момент убрали. AirView — это две функции, которые для Galaxy S4 становятся так называемыми дисплейными, героическими функциями, когда ими можно пользоваться. Вы только что видели такой зелененький кружочек с двумя клавишами, как в свое время на мышках Logitech с прокруткой. Что это значит? Сейчас я слежу глазами и у меня экран начинает вращаться. Не вращаться, точнее передвигаться. Дайте на текст я перейду. Вот у меня текст. Я смотрю текст, появляется зеленый значок, который говорит мне о том, что я сейчас передвигаю взглядом. Несмотря на то, что я очкарик в очках, он отслеживает мой взгляд каким-то образом. И начинает двигать текст для того, чтобы я его мог читать. На самом-то деле, здесь есть изрядная доля, в общем-то, шаманства. И это шаманство связано с тем, что... Ну, я могу перевернуть... Ну, в общем, не суть важна, да, как это будет. Шаманство связано... То есть, в какой ориентации? Вертикальной, горизонтальной? Шаманство связано, в первую очередь, с тем, вы видите, я сейчас немножко наклоняю аппарат. То есть, помимо того, что у меня взгляд скользит по картинкам, я немножко наклоняю аппарат. Почему я это делаю? Делаю я это по одной простой причине, что eye control действительно реагирует не только на взгляд и не столько даже на взгляд, а на то, что вы делаете с аппаратом. То есть, когда вы чуть-чуть наклоняете аппарат, чуть-чуть, вот так я наклоню, ничего не происходит, так наклоню, ничего не происходит. Но когда вы на него смотрите и начинаете двигать взглядом, ну вот, я двигаю взглядом и при этом чуть-чуть наклоняю его. То есть, вот я передвинул взгляд и пошла работа. В этот момент он начинает действительно... Я не знаю, почему так. Может быть, у меня взгляд не той конструкции или еще что-то, но действительно очень быстро привыкаешь к тому, что ты можешь делать именно вот так, передвигаться между теми или иными возможностями. Вторая возможность, связанная взглядом. Вообще, если посмотреть в настройки, их можно активировать в настройках именно как интеллектуальная прокрутка, это eye control, интеллектуальное ожидание. Интеллектуальное ожидание – вещь очень сомнительная, на мой взгляд. Если мы зайдем в видео, где у нас видео? Samsung Video. У меня тут есть много разных видео. Давайте трейлер вот какой-то про Гарри Поттера. Я звук, с вашего позволения, отключу. Он нам не нужен. Значит, вот я смотрю, значит, это видео. Смотрю я это видео. Бла-бла-бла. Посмотрю ли я его? Нет, не смотрю. Вот теперь я смотрю это видео. Вот тут самое интересное происходит. И в какой-то момент он понял, что я оторвал взгляд и остановил это видео. Я не знаю, почему он думает, что я отрываю взгляд и не смотрю внимательно. Вот я отвернулся. И ничего не произошло. Убрал глаза вообще. И вообще убрал глаза. И ничего не происходит. Функция совершенно дурацкая, дебильная, если можно так сказать. Потому что она работает произвольным образом. То есть фактически, когда вы говорите… Такая фишка, которую добавили, чтобы сказать, вот у нас есть контроль взгляда. Когда вы убираете, там, отрываете взгляд от экрана, он действительно останавливается. Я вот сейчас оторвал глаз, глаза от экрана. Я даже их закрыл. Я не знаю, что происходит. Но, в общем, я не вижу ничего, чтобы что-то происходило. При этом, в какие-то другие моменты эта функция работает. И, как мне кажется, это не всегда приятно, удобно, что ли, если хотите. В этом аппарате реализовано управление жестами. Если мы придем в галерею, для управления жестами используется индикатор. Значит, я могу открыть… У меня в камере есть какие-то снимки. Ну, вот, например, вот этот снимок. Давайте перевернем его. Вот. Я могу вращать вот таким образом эти снимки. Я не знаю, насколько это нужно в реальности. То есть тут могут быть разные жесты для… Ну, самый простой жест, вот, которые я вам показал. Вдаваться в подробности не буду просто потому, что не очень интересно. В настройках, если прийти в настройки устройства, то здесь можно найти совершенно разные движения жесты. Вы видите управление жестами над датчиком. То, что было набор, когда вы подносите телефон просто к уху, вы можете прикасаться к экрану рукой. Гироскоп – это не так важно. Смарт-экран – это то, что назвали интеллектуальный поворот. Если вы меняете положение головы, экран разворачивается. Иногда работает в постели. Ожидание, пока смотрите на экран, он не выключается. Смарт-пауза, я про это рассказал. Смарт-прокрутка – это интеллектуальная прокрутка, то, называется, в меню. Тоже, в общем-то, понятно. Значит, про наведение. Что такое наведение? Для получения дополнительных сведений мы можем наводить палец, то есть приближать его к тем или иным разделам меню. Ну, давайте посмотрим, например, я не знаю, в галерее той же. Значит, в той же галерее, если мы выйдем в общий список файлов, вот у меня этот файл открылся сейчас сам. Вот он всплывает. То есть, я палец не подношу. Ой, случайно нажал. Насколько такой AirView нужен, я не знаю. Палец я не подношу. Вот я могу вращать. Могу выбирать. Тут надо уже хлопать. Ну, то есть, фактически, я могу и выбирать, и пролистывать список таким образом, выбирать конкретный файл. При этом в почте, например, да, если мы посмотрим мою электронную почту, тут можно, или СМС-сообщение не суть важно, тут можно подсвечивать то, что... У меня почта не загружена, сейчас она подгружается. Можно подсвечивать, что за письма. Вот я открыл только что письмо. Серёжа Скрипников в этом письме, ну, там что-то в фейворит добавил. Вот я открыл другое письмо. Работает, честно скажу, через пинь-колоду в данном аспекте, потому что, ну, она ненужная функция во многом. Так, я знаю, вот этот спам. Вот. Рома Белых ретвитнул. Ну, вот как-то так работает AirView, я не знаю. Мне кажется, что эти функции, они для поиграться, для школьников, молодёжи, показать, вот круто. В повседневной жизни, конечно же, отключать, жрут батарейку, причём нещадно. Значок, вот этот значок глазика такого с ресничками, он показывает, что у вас такой контроль включён. На этом про контроль всё. В других видео мы поговорим про интересные режимы управления телефоном, которые необычны для тех, кто обладает не очень зорким зрением, шрифты и другие вещи. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин. Не забываем подписываться на канал Mobile Review. У нас больше 70 тысяч уже. Поэтому, как показывает практика, у нас интересно. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»